Здравствуйте, уважаемые слушатели курса «Анализ данных на Python». Я начинаю чтение этого нового курса. Меня зовут Тимофей Федорович Хирьянов. Я читаю его для студентов второго курса ЛФИ – это физтехшкола в рамках Московского физико-технического института, это бывший факультет общей при главной физике ФОПФ и ФПФ. Курс рассчитан на небольшую группу студентов, то есть их всего там 20 человек, чуть больше, чуть меньше условно сейчас, потому что у нас две подгруппы, одну веду я, вторую ведет Светлана Медведева, моя коллега. Я сразу вынужден признаться в своей недостаточной компетентности, чтобы читать этот курс. Я не являюсь Data Scientist, тем не менее мне придется читать этот курс, потому что, ну, я считаю, что он должен быть прочитан, а читать больше некому. Ну, собственно, не совсем так. Светлана Медведева есть, вот, она будет вести в своей подгруппе, я буду вести в своей подгруппе, мы будем вести курсы на пару. Спасибо ей за помощь в разработке учебной программы, скажем честнее. Я ей дал наброски, она ее довела до хорошего состояния, вот, а также за подготовку методических материалов. Мы будем записывать, я буду записывать лекционную часть занятия, ну, естественно, будут какие-то мои мастер-классы по анализу данных на практике, но, безусловно, семинарская лаборатория, ну, семинарская часть тоже, она может быть записана с согласия студентов, так, где мы там совместно с ними что-то раздолбываем какую-нибудь задачку. Но лабораторная работа, где я работаю персонально где-то со студентами, она не может быть записана, я считаю, что это неэтично и неправильно ковыряться уже в деталях. И вообще, для вольнослушателей курс обеспечить в какой-то форме лабораторной работы, в смысле их контроль, выполнение, помощь, мы не можем, это подразумевает какой-то вот такое вот непосредственно менторство, да, вот, и, ну, тут никак, никуда не деться, вот, так что я рад, если вы будете слушать этот курс, если он вам чем-то поможет, вот, но, тем не менее, еще раз говорю, есть, на самом деле, по анализу данных есть много учебных курсов. И, как всегда, еще одна поправка, у данного курса есть конкретная целевая аудитория, это конкретный вот эти 20 человек на втором курсе, которые являются физиками, будущими учеными, и я буду целиться на них. Все остальные, ну, вы получаете видеозапись, да, но сразу простите, я ориентируюсь не на вас, не на айтишников, да, у этих ребят конкретный возраст, конкретный уровень знаний, я знаю их уровень знаний, я понимаю, о чем речь. Значит, теперь кратенько, самое кратенькое про курс. Курс состоит из 15 недель, в эти 15 недель 15 занятий, соответственно, и, собственно, 5 занятий будет посвящено ревизии языка Python на новом уровне, для ребят это будет новый уровень, вот, это будет ООП, функциональщина и все прочее. Давайте я сейчас не буду подробно останавливаться на программе учебного курса, скорее всего, я ее там ниже выложу ссылкой, а сейчас давайте с вами начнем, собственно, лекционную часть. Сегодняшнее занятие посвящено объектно-ориентированному программированию на Python. Значит, мы вот эти темы сегодня поднимем, что такое объект класс, вспомним, солид принципы, магический метод, ну и так далее. Давайте к делу. Парадигма объектно-ориентированного программирования. В ООП данные структурируются в виде объектов, каждый из них имеет определенный тип, то есть принадлежит какому-то классу. Собственно, классы это и есть типы объектов. Классы это результат формализации решаемой задачи, выделение ее главных аспектов. Класс, ну, есть такое отдельное понятие, абстрактный класс, но дело в том, что любой класс является уже сам по себе некоторой абстракцией над объектами. А объекты это его конкретные представители, экземпляры. Соответственно, внутри объекта говорят такое слово, инкапсулируется, то есть как бы вот в капсулку, заключается в такое вот пространство, да, вот он в других языках, в Python это защита маленькая, в других языках инкапсуляция подразумевает как бы некую стену защиты от внешних воздействий. В питоне она есть, но ее не очень много. Вот. Ну вот, тем не менее, слово инкапсуляция, оно подразумевает, что туда заложено, да, и она вот имеет некую логическую границу, да, инкапсулируется логика работы с относящейся к нему информацией. Объекты в программе взаимодействуют друг с другом, обмениваются запросами и ответами. Как именно организованы эти запросы, ответы, это уже дело отдельное. Способов организации вот этого вот Respond Request на самом деле очень много, очень много. Совершенно необязательно это вызов метода, ну, чаще всего это вызов метода объекта, но на самом деле, возможно, и другие способы, которые как-то так вот подразумеваются. При этом объекты одного типа сходным образом отвечают на одни и те же запросы. Понятно. Ну, потому они как бы этипизированы, объединены в классы. Объекты могут организовываться в более сложные структуры. С легкостью они могут включать другие объекты или наследовать от одного или нескольких объектов. Ну, наследование на самом деле подразумевает, что объект является как бы неким частным случаем другого объекта, но мы сейчас это будем детально разбирать. А вот поглощение, оно стоит отдельного разговора. Дело в том, что в биологии, а начинал я преподавать Пайтон именно биологам на ФБМФ, биомедфакультете, вот, и там я объяснял им так, что такое объект. Но объект это как клетка. Вот она инкапсулировалась, у нее есть мембрана, да, ее внутренние там органеллы, они закрыты, да, внутри. Да, инкапсулированы. А взаимодействие происходит через какие-то методы, да, то есть есть некие интерфейсы, через которые мы можем вызвать, да, соответственно, что-то. Ну или бывает ситуация, когда у нас сама, что называется, живая клетка что-то впрыскивает во внешней среду, да. Вот, но я так примитивно объясняю. Тем не менее, у наших клеток, у наших, я имею ввиду, у животных есть внутри клетка с собственной ДНК. Внутри клетки есть митохондрия. И у митохондрии есть собственная митохондриальная ДНК, которая наследуется только по материнской линии, да. И вот эти самые митохондрии, являясь одновременно органеллами, да, они одновременно являются такими как бы почти клетками. Вот. Это очень интересная ситуация, на которой можно проиллюстрировать как раз вот эту логику, что да, внутри объекта не обязательно примитивные элементы. Ну, потому что существуют в других языках, если не про Пайтон говорить, существуют так называемые базовые типы. Ну, собственно, вот различаются. Просто значение обычное, там, числовое, там, да, а бывает объект. Вот. В Питоне все объект. В Питоне все оформлено в виде объекта. Хотя, надо понимать, что иногда, как сказать, подноготная, там, да, это реальные базовые численные типы, там, сколько-то конкретных байт. Если раньше, во времена, скажем так, 80-е, в 90-е годы, когда мы говорили про объектно-ориентированное программирование, выделялись в первую очередь такие три кита, как инкапсуляция, полиморфизм и наследование, то в современном программическом сообществе чаще выделяют другие совершенно пять принципов, как бы некие акценты, на которых, собственно, расставляется логика мышления. Потому что, как вы понимаете, программирование — это не только и не столько про знание синтаксиса, сколько про способ думать про программный код, способ сочинительствовать, да, вот, как его порождать. Значит, вот, собственно, эти, так называемые, солид принципы, солид, солид, твердые такие принципы, они являются современной основой объектно-ориентированного программирования. Итак, первый принцип. Принцип единственной ответственности — Single Responsibility Principle. Смысл следующий. Когда вы создаете класс объектов и собираетесь его прописывать, то вы должны дать ему одно единственное назначение — понять, что это значит, легче из опыта. Но смысл в этом примерно такой. У вас не должен возникать божественный объект. God Object. Ну, объект, который занимается всем. Да, он и ткач, и ловкач, да, и мастак, и на дудей, как это, и певец, и на дудей, и грец. Вот. Не должно быть божественного объекта, который занимается в вашей программе всем. Для того мы и создаем отдельные объекты, чтобы каждый из них решал конкретную задачку. И, да, существует декомпозиция функций. В первом семестре мы вас учили в практике программирования, учили вас раскладывать функцию на, ну, раскладывать программный код под программы, на функции, да. Так вот, объекты тоже можно выделять, делать декомпозицию, осознавая, пожалуй, тут есть новая задача. Наверное, я неправильно спроектировал ООП, нужно выделить отдельный объект. Второй принцип. О. Принцип открытости-закрытости. Это не про private, переменные, не про паблик, это про другое. Вы порождаете некие программные сущности, ну, то есть классы, модули, да. Вот, когда вы создаете некую штуковину, которой можно будет дальше пользоваться, то очень ценно было бы, чтобы она не модифицировалась с точки зрения интерфейса. В то же время, чтобы ее поведение можно было расширить. Объясню так. Вы изготовили автомобиль. Вы изготовили автомобиль. Ну, класс автомобиль, да. У этого класса есть некие возможности. У него есть руль, и руль управляет поворотом налево-направо, да. То есть, ну, там сейчас скрытая структура, как он это делает, но публичный интерфейс, которым можно воспользоваться, это управление налево-направо. Позвал метод раз, позвал метод два, да. Есть педалька, да. Раз, педалька два, педалька три. Сцепление, газ, тормоз, да. Так вот, смотрите. По принципу Open-Closed Principle, вы должны иметь возможность, что? От... добавлять некую функциональность. Например, добавить кнопку, которая включает-выключает свет в салоне. Это не мешает тому человечку, который научился водить вашу машину и уже ездит на ней, да, и жмет на эти самые педали, да. Это не мешает ездить ему на новой модификации вашего автомобиля. Понятно? Получается принцип обратной совместимости работы, да, он по-прежнему может пользоваться вашим автомобилем, да. То есть вы создаете нечто, что можно расширить, да, но если вы скажете, а давайте отменим педаль сцепления, то тогда этот принцип, да, он будет нарушен. И фишка хорошего проектирования программной системы в том, чтобы стараться придумать систему. Ну, понятно, что, ну, бывает по-разному. Даже когда разрабатывают, там, не знаю, такие языки программирования, и разрабатывают их какие-нибудь крутые программисты. Тем не менее, когда... Простите, сейчас я... Еще одну штуку тут тоже. Короче, когда вы разрабатываете некую там библиотеку, да, надо стараться сделать ее открытой для расширения дополнения, но не модифицировать публичные интерфейсы. Надо сказать, что какие-то скрытые штуки можно, можно модифицировать, да. То есть если вы... интерфейс класса при этом не меняется, то его реализация, она может вполне себе меняться. Я надеюсь, что эти слова достаточно интуитивны и не требуют сейчас какого-то дополнительного объяснения. Достаточно пока что, как сказать, простого понимания идеи. Двигаемся вперед. Принцип подстановки Барбары Лисков. Лисков Substitution Principle. А его понять, на самом деле, еще немножко сложнее. Объекты в программе должны быть заменяемыми на экземпляры их подтипов без изменения правильности выполнения программы. Есть вариант этого, есть вариант принципа постановки Барбары Лисков. Можете погуглить в Википедии, там чуть попроще воспринимается. Но здесь и так написано достаточно внятно, насколько это возможно. Дело в том, что у объекта, любого объекта, есть тип, то бишь класс. У разных объектов могут быть разные типы, могут быть одинаковые типы, то бишь они могут принадлежать одному классу объектов. Но сами классы, они выстраиваются в иерархию классов. Ну, про это дело мы будем разговаривать еще. Они могут как бы наследовать функциональность своих предков. Сын электрика, по идее, должен быть электриком. И чтобы сделать ту же самую работу, он не должен требовать взятку. Понимаете? Если его отец выполнял работу за соответствующую плату и при выполнении определенных условий, то, соответственно, под тип заданного типа всю старую функциональность, все старое, должен делать так, как будто это пришел его отец. Понятно? А пользователь не должен даже замечать этого. Да, что это пришел какой-то более частный случай электрика. Понятно? Который умеет еще экраны чинить. Ясно? Вот. Ну, вообще, есть еще один важный момент, тоже я произнесу про него, что не стоит ударяться в наследование. Наследование, вот эти построения иерархии объектов, далеко не всегда является хорошей идеей. В какой-то момент, когда программисты, в принципе, придумали наследование, это была идея фикс такая, вау, вот это способ, новый способ обобщать программный код. Ну, и, насколько я понимаю, в языке Джава это, в частности, там было в свое время, когда-то, когда-то, да? Но они выделили, осознали, что наследование... А, в C++ множественное наследование, но там это вообще беда. Для C++ множественное наследование одна из таких бед. Вот. Сейчас не вдаемся в подробности, почему. Но вот в языке Джава наследование воспринималось, может быть, иногда и воспринимается, как главный способ обобщения программного кода. То есть, давайте хотим, чтобы один метод был в нескольких классах, а давайте просто его впихнем в какой-то объект и унаследуемся, и туда, и туда. Нехорошо. Хотя нет, там в Джава как раз там множественного наследования нету, но тем не менее. Короче, еще раз, смысл какой, что принцип остановки Барбара Рисков – это про правильное наследование. Поехали дальше. I – Interface Segregation Principle. Принцип разделения интерфейса. Много интерфейсов, специально предназначенных для клиентов, это лучше, чем один интерфейс общего назначения. Перевожу на русский язык. Швейцарские ножи – это зло. Теперь более это конкретно. Что я имею в виду под швейцарским ножом? Некий универсальный метод, который ты вызываешь, и он тебе сделает все, что надо. Интерфейс подразумевает… Что такое интерфейс? Это либо метод с его параметрами, либо какой-нибудь там объект. Короче, интерфейс – это способ провзаимодействовать с какой-то программной действующей сущностью. Так вот, о чем-то ее попросить, что-то у нее это… Так вот, смысл вот в чем. Лучше сделать несколько интерфейсов, чем один интерфейс общего назначения. То есть, если переводить на язык, еще раз говорю, домашнего оборудования, лучше иметь не один единый кухонный комбайн, который вам и кофе помолит, и сварит, и мясорубка одновременно, а лучше иметь отдельно кофемолку, кофеварку, мясорубку. С другой стороны, если вы понимаете, что какие-то вещи, они прям хорошо соединяются в единую сущность, ну, то есть, например, та же кофемолка, да, вот у меня есть отдельная кофемолка, и отдельно просто кастрюлечка специальная, там, да, такая турочка для варки кофе. Я варю кофе, и уж если я варю кофе, а не завариваю, то я делаю это так. Вот, но вы можете собрать, так, подождите, ну, зачем у меня отдельная кофемолка и кофемарка? Уж если я мелю кофе, то он свежий, его нужно немедленно варить, да, желательно свежепомолотый варить. Ну, давайте объединим. То есть, на самом деле, в любой из этих принципов, в любой из этих твердотельных принципов можно врубиться излишне глубоко. Об эту стену можно просто убиться, понимаете? Вот можно просто пере... Короче, не сходите с ума. Не доводите себя до крайности. Я сейчас расскажу, когда закончу говорить про последний принцип, я кое-что покажу. Последний принцип D. Принцип инверсии зависимости. Dependency Inversion Principle. Зависеть надо от абстракции. Нет зависимости на что-то конкретное. Зря я стер машину. Смотрите, когда вы хотите повесить зависимость человеку, да, то он должен зависеть не от конкретного устройства вашего автомобиля, а нужно выработать некий абстрактный интерфейс и зависеть от него. Там в том же Java, например, для этого есть так называемые специальные типы классов, которые уже называются даже не классы, а интерфейсы. В C Sharp, по-моему, тоже так это сделано. Но в Python для этого используются абстрактные классы. В C++ для этого тоже используются так называемые чистые полиморфные типы. Вот. Сейчас. Как это называется это все? Абстрактный полиморфный тип. Называется. Ну, то есть, короче, чистые, чистые интерфейсные классы. Вот. Ну, смысл еще раз в том, что нужно выработать некий интерфейс, а уж его реализация, она должна нас более-менее не касаться, да. То есть, вы сели за автомобиль, электромобиль, да, у него должен быть газ, тормоз, да, там, коробка передач, реверс, газ, не, в смысле, парковка, реверс, нейтраль, драйв, да. То есть, вот, ну, логично. Да, и тогда, если вы, тогда вы, что называется, легко будете собирать из этих кубиков. А если, чтобы поехать на вашем автомобиле, нужно соединить два проводка, почиркать зажигание, вот так вот, вместо поворота ключа, да. Если в вашем автомобиле, чтобы он поехал назад, надо, не знаю, какие-нибудь там штуки, крутнуть какой-нибудь там рычаг отдельный, двинуть, понимаете, то это означает зависимость уже не от абстракции, а от конкретики. Это плохо. Надо стараться вырабатывать и придумывать красивые абстракции, а между прочим, кстати, я вам скажу, придумывание вот этих красивых и правильных интерфейсов и абстракций во многом составляет суть программирования. То есть, вы программируете, значит, вы, по сути, креативити, вы творите. И здесь сочетается одновременно, как бы, и какая-то научная, и гуманитарная составляющая. И более того, само, не знаю, как Адам в Эдемском саду, да, он, Бог приводил к нему животных, и он нарекал им имена, да, то есть, познать сущность, выделить сущность, дать красивое, адекватное название, по сути, абстрагироваться от конкретики. То есть, есть конкретный код, не рыжий код, там, серый код, есть код с оторванным ухом, есть код без хвоста, потому что он, машина ему его оторвала. Я не знаю, да, ну, вот можно абстрагироваться и сказать, а есть, как бы, э-кэт, ну, как бы, некий вот, как-то, абстракт-кэт, да, и вот вычленить вот эту вот логику, да, интерфейс взаимодействия, что его там можно фид, там, да, прогулять и так далее. Понятно логика, его можно погладить в тупет, да, и так далее. Ну, короче, фишка в том, что вот это вот, это и составляет суть вашего владения техникой ООПы. И вот эти принципы, они помогают вам правильно думать про ООП и что такое ООП по сути, да. ООП это про то, а как нам разбить программу на понятные людям сущности. И еще, объектно-ориентированное программирование не придает нам, людям, никаких новых алгоритмов. Нет. Все, что можно только запрограммировать, любой самый-самый-самый сложный какой-нибудь алгоритм с каком-нибудь международной олимпиады ICM и CPC. Любой, сколь угодно сложный алгоритм, любую, сколь угодно сложную задачу, которую только можно запрограммировать, ее можно запрограммировать на любом языке программирования, которое является тюринг-полным. И в самом, что ни на есть, грязном, грубом, императивном стиле или функциональном стиле. Но смысл в том, что вот это вот раскладывание по полочкам и аккуратное называние всего, как сказать, это очень важно, потому что это делает программный код понятным, предсказуемым, удобным для работы. Вот. Простите, что я так долго. Давайте двинемся вперед. Значит, я проговорил вам солид-принципы, давайте двинемся вперед. Да, понять их, это на самом деле научиться работать в ООП-парадигме. Ну, тут очень просто. ООП-парадигма программирования. Я все это сказал. Класс-тип, объект-экземпляр-класс. Пример класса. Самый простой. Класс-с и пустое тело. Пэс означает пропускай, пропусти, и это не важно. Понятно? То есть, на самом деле, у класса может не быть никакого тела. Как создать экземпляр? Надо позвать имя класса. Ну, в данном случае это будет просто си, да, с круглыми скобками. Если вы как бы вызываете его, да, то получается, что вы создаете его экземпляр. Вот. Класс-ректангл. Это конкретно, просто пример реализации. Значит, это что? Это новый статический атрибут. Вот эта штуковина, я напоминаю, потому что это знакомые вещи вам. Это конструктор класса. Инициализирующий метод. У него два подчеркивания. Это магический метод. Про них еще будет. Вот, соответственно, у любого метода класса должен быть обязательно первый параметр. Это сам. Ну, в смысле, я сам. Self. В C++ эта штука называется this. Только там это указатель, а здесь это ссылка. Дальше. Обязательные параметры. Здесь они обязательны. На самом деле есть возможность сделать их необязательными. В C++ есть такая штука, как перегрузка функций. В питоне перегрузки функций нет. В питоне у любого класса есть, уж если есть метод, который называется init, то он один. Нет возможности сделать несколько конструкторов. На самом деле это для вот этого языка это хорошо. Не надо думать, что это плохо. Конкретно в данном случае это правильно и хорошо. Для этого языка. Ну, соответственно, эти параметры, которые даны в конструкторе, можно ввести и сохранить. Можно их просто выплюнуть. Тебе дали что-то, а ты, а ну его нафиг. Но нет, мы хотим их сохранить. Поэтому значения, переданные в качестве параметров конструктора, сохраняем в качестве self.with. Self это единственная штука, которая будет помнить последствия работы функции. То есть эта функция, она пройдет, закончится. Так, с конструированным объектом будет сконструировано все. Но self, ну то есть конкретный, конкретный экземпляр, у него останется значение width и height. Понятно? Вот эти, они у него, возникнут атрибуты. Атрибуты, то есть по сути, вот эти экземплярные атрибуты, они, ну динамически их можно называть, но они принадлежат конкретному объекту. У одного объекта они такие, у другого объекта они другие. Поехали. Магические методы классов. Значит смотрите. Двойное подчеркивание в некоторых ситуациях, в некоторых ситуациях, разрешается использовать в собственных именах. Но, если имя, какое-то имя описано вот так, два знака подчеркивания, а знак подчеркивания является буквой. То есть он принадлежит как бы alpha letters, alpha number. То есть можно переменную назвать знаком подчеркивания, да, или два знака, это допустимо. Ну, не надо так баловаться. Вот. И это не только в Python, кстати. Так вот, если у вас какой-то идентификатор начинается с двух подчеркиваний, дальше пишется что-нибудь, ну не знаю, там например, add, и потом снова два знака подчеркивания, то это для вас означает следующее, что это спецметод. Это нечто специальное. Оно обязательно должно быть встроено в язык, в интерпретатор Python некоторым образом, да. И такие методы, их надо, про них надо читать в справочнике. Открываем справочник, и в справочнике читаем, что каждый магический метод значит. Вот у меня есть справочник, Марк Саммерфилд, подробное руководство программирования на Python 3, да. Берем, смотрим, ну там может быть в конце можно посмотреть, да, магические методы. И там будет список. Слушайте, можно нагуглить в интернете, магические методы Python, и все узнаете. Понятно? Все. Я не буду сейчас это дело ковырять, пусть поваляется у меня эта книжка. Значит, а мы с вами двигаемся вперед. Значит, какие есть? Да много их есть. Ну тут вот чуть-чуть. FileObject, init, ну это понятно, да, открыть файл. Ну в смысле открыть, инициализация объекта, да, для инициализации. Del, ха-ха. Что такое Del? Del это специальный метод, предназначенный для закрытия объекта. На самом деле он не вполне деструктор. Дело в том, что в Python, в отличие от C++, вы иногда не можете точно сказать, когда объект исчезает. Ну потому что мало ли ссылка на него где-то сохранилась, в этом случае естественно объект должен быть сохранен. На этот момент, когда именно объект будет зачищен, и даже больше того, а будет ли точно вот этот деструктор вызван, ну как бы есть некие с этим тонкости. Поэтому давайте сейчас, не надо верить в вызов деструктора точно так же, как в C++. Поэтому в Python, если вам реально необходимо, чтобы объект точно уничтожился, в этом случае есть отдельные менеджеры контекста, так называемые, отдельная методика. Сейчас не про нее. Да, существует метод, который непосредственно его, как сказать, создает в каком-то смысле объект. То есть там есть некие дополнительные возможности, но чаще всего нею вам не нужен. То есть все, что нужно, обычно можно сделать в инет. Дальше. Есть такая штука, как статические методы и экземплярные методы и классовые методы. Вот это экземплярный метод. У него в качестве параметра self. Класс-метод, он может быть вызван не для конкретного объекта. Вот, да. Он может быть вызван в принципе. То есть смотрите. Могу ли я принять экзамен, позвать метод. Метод студент, точка принять экзамен. Вот, а точка, ну не знаю, из него measure knowledge. Давайте я сделаю get mark. Давайте пусть мой метод называется get mark. Достать из вас оценку. Взять и вынуть. Да. Я могу вызвать get mark в том случае, если а это конкретный the student. Просто конкретный там Светлана, Василий, Петя, кто-то еще. А вот если у меня абстрактный, то есть есть просто сам класс студентов, то могу ли я выдать, вытащить оценку у студентов, как у класс? Очевидно нет. То есть по своей логике get mark не является классовым методом. Понятно? Ясно, да? Но, тем не менее, такие методы существуют. Для чего они существуют, сейчас не обсуждаем, двигаемся вперед. Статический метод. Статический метод. Это вообще прикольная штука. Для того, чтобы метод стал статистическим, достаточно написать вот такой вот ampersand static method. Это на самом деле обертка так называемым декоратором. Давайте сейчас пока не углубляться в то, что такое декоратор, чуть-чуть позже вам объясню. Просто написали декоратор static method, и он стал статическим. Как видите, статический метод вообще не имеет ни параметр, ни класс CLS, ни self. То есть он в качестве, он вообще не знает, с каким конкретно экземпляром он работает. Вопрос, а что он тут делает? Ответ такой. Иногда бывает удобно и правильно прям внутрь класса заложить некий метод, который можно позвать как для конкретного экземпляра, так и для самого класса целиком. И так, и так. И он в принципе имеет право быть вызванным. Он специфичен относительно данного класса. Да? Специфичен. У разных классов этот метод будет работать по-разному. Но ему самому не нужны никакие параметры. То есть, как если бы это просто была функция, которая рядом валялась. Ладно, поехали вперед. Значит, теперь дальше. Абстрактный класс. Абстрактный – это класс, который содержит один или более абстрактных методов. Понятно? Непонятно. Абстрактный метод. Абстрактный метод. Не содержит реализации. Он объявлен, заявлен, но реализации нет. Соответственно, у абстрактного класса не бывает экземпляров. Ну, надо сказать, что я сейчас не гарантирую, что питон будет громко об этом возмущаться. Поэтому по-хорошему это надо было проверить. Взять, попробовать, создать и все. Абстрактные классы в питоне не встроены в сам стандарт самого языка. Я чуть-чуть приблизился к программному коду. Но для того, чтобы ими пользоваться, вам необходима библиотека ABC. Это не алфавит. Это Abstract Base Class. И вам необходимо из этой библиотеки, вот самая библиотека, собственно, да? Вам необходим, собственно, ABC, собственно, сам Abstract Base Class и Abstract Method. Ну, на самом деле, можно просто from ABC import звездочка написать. А можно, в принципе, просто импорт ABC, только тогда придется писать ABC.ABC. Да? И обратите внимание, абстрактный метод, да, который будет обязательно необходимо перепределить для каждого подкласса. То есть подклассы обязаны будут иметь такой метод. И в то же время, да, его необходимо будет переопределить, да? То есть вот этот не сгодится, да? Он, собственно, он пустой. Ой, я не вижу, почему тут... Ну, это случайный, видимо, перенос строки. Это случайный. Короче, он реально пустой. У него там ПЭС должен торчать. Я не вижу ПЭС. Ну, по-хорошему, должен торчать. А зачем нужны эти абстрактные классы, вы скажете? Что, о чем речь вообще? Смысл в следующем, что когда мы проектируем программный код, нам надо закладываться на абстракции. И вот наличие абстрактных классов и поддержка языком, ну, в данном случае сквозь библиотеку, является поддержкой последнего принципа Solid. И опыт программистов показал, что это реально надо, это реально правильно, да? Что нужно создавать абстракции, и абстрактные базовые классы являются, собственно, которые вы можете создать, унаследовавшись от ABC, да? И объявив парочку абстрактных методов. Тем самым вы вот, по сути, делаете реализацию принципа D, да? Dependency Inversion. Декомпозиция программы на модуле. Ох, как мне много, как я много рассказываю, прям мне не очень нравится, но никуда, наверное, не деться. Скоро будете бить тревогу или требовать перерыв. Менеджер контекста. Что делают вообще модули? Зачем нужно разделять программу на модули? Ну, во-первых, удобно, потому что ее модуль можно как библиотеку подгружать много раз. Тут импорт, там импорт. Очень удобно. Еще управление адресным пространством. Модуль автоматически выделяет пространство имен. В C++ у вас были namespaces, помните? И там все попадало. Вот вы импорт стринг, и у вас сразу std string. Импорт, там, не знаю, какой-нибудь вектор, std2 двоеточие вектор. Импортил стрим, и у вас вместе с suStream там приплыли std2 двоеточие с int, с out, да? Почему-то они все валяются в пространстве std. В Python не так. В Python каждый модуль, по сути, представляет из себя отдельное пространство имен, и поэтому вы вызываете, там, не знаю, sys.path и так далее. Ну, можно привести какие-то конкретные примеры, да? Я сейчас открою там на Python shell какой-нибудь. Давайте, вот смотрите. Есть, например, стандартный модуль математика math, да? Есть модуль simf, да? Комплексная математика. В модуле math есть функция синуса, да? Синус единица. Ну, вот он чему равен, да? Синус единица. А в библиотеке для комплексных чисел тоже есть синус, да? Я запускаю simf, да, sin, и даю ему единичку. И он мне выдает комплексное число, у которого действительно часть точно такая же, но у него есть нулевая мнимая часть. Да? 0j. Вот так пишется в Python комплексные числа. Кстати, если они вам нужны, да? Мало ли, вам нужны комплексные числа, а вы не знали, что они в Python есть. А единица действительная, двойка мнимая, да, умножить на, не знаю, минус единица действительная, плюс двойка мнимая. Да? И что мы получаем? Ну, я сделал специально, да, чтобы у нас была разность квадратов. Правда, я не туда сунул ее, но неважно. Поняли, да? Так, я сейчас не про это хотел сказать. Я хотел сказать про то, что если вы сделаете from-mef-import-звездочка, а после этого сделаете from-cmef-import-звездочка, то получается некая фигня. То есть у вас в Python взял, молча это сделал, да? Но какая из функций будет работать? А вот какой выпало потом, последней? То она взяла, переопределила того, что было, возникает на такой скрытый от наших глаз конфликт имен. Лучше этого не делать. Лучше жить, лучше делать всегда импорт что-то. Ну, слушайте, ну в крайнем случае, если вам лень писать, лучше сделать, там, не знаю, импорт numpy. Если вас задолбало все время писать, ну, вы сделали импорт numpy. Ну, у нас будет такая библиотечка. Она такая большая, она сейчас долго будет подключаться, наверное. Раз, два, три. Эй! Ну, чего ты? О, все, подключилось. Вот, соответственно, мне придется какие-то вещи обращаться к ней вот так. Так, я хочу сделать, ну, какой-нибудь там, не знаю, массив, да, zeros, массив из ноликов. Сейчас, секундочку, zeros. Интересно, zeros или zeros? Без е. Соответственно, я ему даю некую shape. 2x3, 2 на 3, да, на, собственно, ну, пусть флот, но по умолчанию, дробные числа, все, окей. Ну, я его куда-то сохраню, да? Ой! Надо, здесь shape нельзя, я вспомнил. Shape там нельзя задать. Мне придется, ну, давайте 15 задам. Его можно отрешепить. Сейчас неважно, да? Но я, тем не менее, все время вынужден буду писать numpy, 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 все. Если вас задолбало это дело, то не про, все равно неправильно делать from numpy, да, импорт звездочка. Почему? Потому что, ну, вы тем самым подключили все вещи из этого пространства. Как взяли, у вас была коробка с инструментами, и в эту коробку взяли и высыпали прямо на пол. У вас был один ящик с инструментами, второй ящик с инструментами, ящик, в котором дрель со сверлами валялась. Вы сказали, ааа, мне все нужно, мне все нужно, и все нужно прямо здесь. Из всех этих ящиков прямо себе на пол вывалили. Вам удобно будет? У вас куча имен, куча идентификаторов, в них не разберешься. Их нужно структурировать, как это по папочкам разложить. У нас вместо папочек namespace, пространство имен. Если в C++ управление namespace идет ручное, то в питоне управление пространствами имен автоматизировано, да? И когда вы подключаете какую-то библиотеку, то вы, по сути, автоматически говорите, как она будет жить. Но есть, собственно, такой способ, можно сказать так, импорт что-то... Ну, давайте к симметре вернемся. Ну, нет, давайте, ладно, к нампи. Нампи из НП. Иногда даже это превращается в некую настолько устойчивую штуку, да, что после этого будет... Ой, I'm sorry. Импорт нампи из НП, да? Что уже люди всегда пишут НП-0, то есть у них это автоматом возникает, да? Понимаете логику? Ну, на самом деле, как бы название библиотеки все-таки нампи, но ее все люди уже подключают как НП. Да, там импорт какой-нибудь Pandas, SPD, да? Ну, так уже просто стало принято, потому что, ну, длинно писать каждый раз Pandas. Но, тем не менее, еще раз, механизм укорачивания слегка имени пространства и имен существует, чтобы не писать его слишком длинно, да? Но модуль помогает нам управлять адресным пространством, чтобы оставить инструменты лежать в отдельных ящичках. Поэтому модули, это круто, и их надо делать. Ну, и еще что, глобализация сервисов и данных, для реализации объекта, который используется во многих местах, достаточно написать один модуль, который будет импортирован. Импортирован. Ну, то есть мы можем какие-то константы вытащить в отдельный модуль и тупо импортить его там, где эти константы нужны. Ну, если это действительно константы, да? Или какой-то сервис, ну, там, какой-то объект обеспечивает какой-то сервис. Ну, он нам нужен и там, и сям, ну, давайте вытащим его в отдельный модуль и будем его импортировать где надо. Нам нужен объект, который будет, если такой объект, наблюдатель. Нам нужно, чтобы у нас был сервис наблюдения. И мы говорим, давайте сделаем отдельный модуль, в котором будет наблюдатель реализован и будем его импортить где надо. Там будем импортить все. Вот, ладно. Декомпозиция программы на модуле. Так, ну, я это говорил. Можно, соответственно, вытаскивать из модуля какие-то конкретные идентификаторы. Вот это напоминает то, что у вас есть коробка. Да? И вы из этой коробки говорите, мне нужен молоток и отвертка. Молоток, запятая, отвертка. Вот это, это именно, чтобы вывалить все. То есть взять коробку и... Вот так вот. Ну и что еще? Ну, я вам показал, что можно as что-то. То есть импорт что-то, as что-то. И это часто преимущественно лучший способ. Двигаемся вперед. Какие стандартные модули есть? Да на самом деле их очень много. Вот если открыть docs python.org, library reference. Это просто сайт Python. Library reference. То тут, что ни возьми, то библиотека. Re для работы с регулярными выражениями. Кодекс. Тра-та-там, трата-там. Это черепашка, которую мы на первом курсе, в первом семестре делали. Да, на первом занятии или на втором занятии. Это тоже библиотека. Криптографические сервисы. Для работы с разными форматами файлов. Кстати, csv, да, для работы с такими, по сути, табличными данными. Что там еще? Короче, этих библиотек много. Библиотека, то, что говорят так, стандартная библиотека Python. Ну, то есть все вот эти модули, да, они в каком-то смысле составляют стандартную библиотеку Python. Вот вы можете для работы с параллельным программированием. Куча разных методов. Для сетевого программирования на разных уровнях. Причем это только, собственно, ИПЦ, Enterprise Communication и непосредственно там сетевые вещи. Это есть отдельная работа со структурированным языками, HTML и XML. С интернет-протоколами куча библиотек. У Python очень-очень, он живоразвивающийся язык, он очень живой. Плюсы развиваются более стандартно. Дарт-то, консилиум и тра-та-та. А Python, он в этом смысле, он такой очень живой. И поэтому его библиотека, она достаточно большая. Сообщество, опять же, достаточно живое. Из-за этого язык может иногда, что называется, нарушать иногда принцип обратной совместимости. В частности, то, что было написано для второго Python, для третьего не работает. Но уже давным-давно со второго большинства людей съехало. Как же я много болтаю. А мне еще много рассказывать. Двигаемся еще раз вперед. Короче, я озвучил, что библиотека Бафаи. Так, вернемся на нашу презентацию. Стандартные модули. Короче, много. Модуль SIS. В нем есть выход из программы. Список аргументов командной строки. Можно узнать, на какой платформе работает наш интерпретатор. Ну, вот в данном конкретном случае я ничего особого не открывал. У меня видеосервер под виндой. И у меня сейчас этот пяточек запущен под виндой. Но как об этом узнать изнутри самого скрипта? Как? Ну, я беру, импортирую SIS. И спрошу вот так вот. SIS платформ. Вау. Win32. На самом деле, кстати, винда 64-битная. Но интерпретатор 32-битный. То есть, он сможет какие-то вещи, связанные только специфичные для этой платформы, например. Хотя Python, он кроссплатформен, но у него все примерно одинаково работает на любых компьютерах. Есть стандартный ввод-вывод и вывод ошибок. У любого процесса есть три потока вывода. Один для его кормежки, поток ввода. У него нулевой дескриптор, а называется он STD-in. И два для потока вывода. Первый STDR имеет дескриптор 2, и он предназначен для вывода ошибок. Это было придумано давным-давно, еще когда не было никаких оконных приложений. И все работало тупо из консоли. И вот, собственно, если сисадмин делает перенаправление вывода STD-out на внутрь файла, то STD-error, поток ошибок, можно по-прежнему указать, выводиться на экран, чтобы о самых критических вещах сисадмин успевал видеть. Двигаемся вперед. Так, версия интерпретатора. Пожалуйста, хотим узнать. Сис только с большой буквы. Ой, видимо, там ошибка. О, да, там ошибка в презентации. Version с маленькой буковки. Я думаю, что этот дурацкий Microsoft PowerPoint, в котором верстала Светлана, заменил. Ну, впрочем, LibreOffice Nordica тоже бы заменил на большую буковку, но это неправильно. С маленькой буковки пишется версия интерпретатора. Как видите, довольно полно. Тут какие-то там билды его написаны. Да, некий там тег. Это кусочек хэш суммы его коммита. Когда там был закоммичен. Короче, двигаемся вперед. Кстати, установка уровня максимальной вложенности рекуррентных вызовов. Обработка информации об обрабатываемом исключении. Ну, сейчас давайте двигаться вперед. Вот, модуль OS. Очень классная штука, которая позволяет работать с файлами и папками. С файлами и папками. И, в принципе, в разных операционных системах это работает одинаково. Вот, ну, можно узнать текущую папку, родительский каталог, пардир, да. Как разделяются элементы пути. Потому что в линуксе, да, в линуксе у нас разделитель это вот такая черта, да. Home student. Один точка текст, да. А, ну, я не это самое. Это я так просто попечатал. А если, соответственно, мне нужен взять, то я делаю, что импорт OS. И оттуда я могу ПФ сепаратор взять. Ой. Разделитель путей в списке пути. Я прошу прощения. Он тоже разный. Бывает двоеточие, бывает точка с запятой. Я не то написал. Просто сеп. И, как видите, OS сеп. А почему две косые черты? Давайте-ка распечатаем две косые черты. И вы поймете, что две косые черты на самом деле есть одна косая черта. Дело в том, что для строк Python существуют так называемые экранированные символы. N. Табуляция. На самом деле есть еще backspace. Hello, B. Давайте здесь я напишу вопросик. Посмотрите, что он печатает. О, слушайте, фигню он печатает. Но в консоли он бы, символ B, означал как бы backspace, вернуться на один назад. И вопросик был бы напечатан вместо буквы О. Там есть еще чуть ли не спецсимвол, который звоночком звенит. Но поскольку есть экранированные символы, то у строк, соответственно, необходим символ экранирования. И обратная косая черта является символом экранирования. Поэтому, чтобы экранировать, собственно, саму черту, мы пишем каждую черту два раза. Кстати, ради этого, ну то есть если и распечатать вот такую вот штуковину, то реально она будет распечатываться, то есть путь куда-нибудь будет выглядеть вот так. То есть если уже записывать путь в качестве строки, то он должен будет вот везде двойные черточки. Ради этого, кстати, существует в питоне даже специальная строка, тип строк, R-строки. Строки, в которых экранирования запрещены. То есть если файл называется newtxt, то в такой R-строке касая N не будет восприниматься как перевод строки, потому что это R-строка. Ну, кстати, вы, наверное, знаете, что существует в Python F-строки. Пусть у меня там X равен чему-нибудь там, да, и какая-нибудь там, не знаю, давайте переменную name сделаем, которая равна Вася. В питоне есть F-строки, в которых я могу сказать V variable X equals, ну, и тут написать внутри фигурных скобочках написать X. And name equals, а дальше внутри фигурных скобочках написать name. Ну, это очень прикольно, потому что в результате у меня значения переменных, будут прям подставлены внутрь вот таких вот штуковин. Ну, слушайте, ладно, рассказываю, просто потому что это прикольно. Появились эти F-строки не так давно. А к чему я рассказывал? Про модуль OS мы знакомимся с ним. И что? Я говорил, что ну уж если вы хотите законстантить какой-то виндовый путь, ну, еще не факт, что вы этого реально хотите, но уж если вы этого хотите, то проще это сделать с буковкой R в начале. На самом деле внутри модуля OS много всякой классной еще фигни, связанной в том числе там OS Base Deer есть для... Для... Вот сейчас, секундочку. Сейчас, прошу прощения, там нужно именно модуль Path изнутри пакета OS. OS это на самом деле некий, как сказать, пакет, содержащий и какие-то свои фишки, и у него есть, собственно, подмодуль как бы. То есть на самом деле можно склад делать модули, в них внутри подмодули, тогда такой модуль называется уже пакетом. По сути, это как, наверное, папка с модулями внутри. Но сейчас давайте не ударяться слишком в глубину. Я хочу сказать что? Что можно импортировать конкретно OS.path. И тогда я смогу делать с путями какие-то вообще волшебные штуки, типа, например, выделять базовое имя из PathName. Ну, я сейчас впихну ему вот, давайте, вот эту R-строку. Да, и посмотрю, что он мне на это скажет. О, newtxt. А еще, сейчас вспомню, как это пишется. Точка. Сейчас подожду немножко, он у меня тут всякого. Абсолютный путь. Абсолютный путь. То есть я могу дать ему, и он приклеит к нему текущую директорию. На, так, сейчас, секундочку. BaseName. А есть этот самый. Сейчас, секундочку. ParentDir. Мне казалось, что это называлось BaseDir. BaseName вижу. Ладно, слушайте, давайте не тратить время на мои поиски. Это все равно какая-то некая конкретика. Вы захотите, открывайте Library Reference и копайте. Там ищем OS Path. Открываем. Common Path Name Manipulations. И находим, что нам тут надо. Ну, да, по-английски, слушайте. Ну, а кто вам обещал легкую жизнь? Английский надо учить. Да, и, пожалуйста, так, это можно свернуть, соответственно. И common, общий префикс. То есть два пути, а какой у них общий префикс. И он находит общий префикс. Обратите внимание, что он может кусок имени тоже туда впихнуть. Там, DeerName. Да, просто DeerName надо было дать. Просто DeerName. Ой, сейчас, секундочку. Я вместо DeerName напишу DeerName. Та-дам! Users Student. Ну, и, соответственно, я сейчас могу к DeerName приклеить нечто другое. Значит, А, B это у нас... Сейчас, секундочку. А, B из DeerName будет B. Соответственно, если я сделаю A плюс B, то я приклею неправильно. Если я сделаю A плюс вот так вот, плюс B, то я сделаю правильно, но это будет работать под Windows, но не будет работать под Linux или под Mac. Плохо. Не косплатформенно. А если я сделаю вот так вот, Sys, как он назывался, этот товарищ? На Sys... А, нет, OSPath. OSSep. OSSep. Не Sys, а OS. OSSep. То это будет уже кроссплатформенно. Но на самом деле не суперкрасиво. А чтоб совсем было красиво, то я могу сказать OSPathJoin. Объедини мне, пожалуйста, A и B в общий путь. И он мне это делает. Но на самом деле вот это вот лучше, чем делать свой велосипед. По какой причине? Представьте себе, что вот это A было бы A. Оно бы содержало в себе дополнительно вот такую штуку. Или давайте я назову эту штуку D. Соответственно, если я делаю через Join, то он у меня справится и в этом случае. И в этом случае. То есть он сообразит. Понятно? И либо будет эту косую черту прибавлять, либо нет. И еще и в разных системах он будет делать это по-разному. Короче, ладно. Еще раз. Какие-то детали реализации я вас призываю всегда самостоятельно искать в Library Reference. И это как раз такая ситуация, что библиотека гигантская. Как это? Мир велик. Подсказываете друг другу. А вот в той библиотеке, ты видел, там есть такая штука. А тут есть такая штука. То есть это конкретный инструментарий, который хорошо осваивает практически. И сейчас именно тот момент вашего развития, когда вам стоит, уже стоит врубаться в конкретные библиотеки стандартного питона. Вам уже его надо использовать вот в этом, в следующем году. Вот уже все, пора пользоваться. Господи, как время-то уходит. Temp File. Иногда нужно создать Temp File. Можно использовать функцию Temp File. Пропускаем. CSV. О, вот это то, что нам надо. Дело в том, что CSV это модуль, который позволяет работать с табличными данными без Pandas. Ну, есть такая крутая классная штука, как Pandas для работы с данными. Но эта библиотека все-таки не стандартная. А CSV-шечка, она стандартная. Правда, она не умеет работать с таким форматом, как XLSX. Но если взять какие-нибудь данные, то на самом деле их перевести в формат CSV-шки несложно. Не сложно. Ну, у нас вот эти данные, они... Ой, Lesson 1. Ой, а я их сюда, кажется, не притащил, да? Сейчас. Я уже закрыл. Может, они и так приедут сюда? Неа. Придется их втаскивать. Минутку. Lesson 1 и Weather CSV. Ну, естественно, что табличные процессоры, они умеют работать с CSV-шками, да? Но любой формат, типа там Open Document Sheet ODS-ка или XLSX можно перевести в формат... Слушайте, а вам, наверное, не отображается, да? А, у вас же только отображается окошко. Ну, ладно. Но зато в видео должно отображаться у вас там. Короче, что я хотел сказать, что CSV-шка не содержит никакого форматирования текста, но она зато разделяет по ячейкам, все нормально. И есть, соответственно, возможность его там читать. Читать, писать файлы в формате табличном, по сути, CSV-шка. Обработка исключений. Исключения – это очень прикольная штука. Но, вы знаете, бывают целые компьютерные компании, которые говорят, в нашей компании компьютеры никаких эксепшенов. Вот никаких. Вот как когда-то были люди, которые любили пользоваться GoTo, да, а другие сказали, пришли и сказали, как там Эдсгард Дейкстра, Николас Уирт, сказали, ребята, GoTo – это зло. Надо программировать только с циклами, ветвлениями, функциями. Никакого GoTo никогда. Never. И действительно оказалось на практике, что действительно GoTo – это крайне плохая штука, а структурный код тут хорош, читабелен, дальше там ООП уже появилось. Но в данном случае ситуация такая – исключения появились как прикольная идея обработки ошибок. Я про них где-то в самом конце курса прошлого года, в который вы проходили, говорил про них. Они предназначены для таких сложных ситуаций, когда ошибка случается не в самом коде, который вы пишете, а в том коде, который вызван вами. А бывает еще и хуже, когда процедура функция А в рамках своих действий, которые были написаны, вызвала функцию Б, или класс, его метод какой-то. Метод Б, или функция Б, в рамках своего текста позвал функцию С, а внутри функции С произошла какая-нибудь фигня. Поделили на ноль. Произошел систем EXIT, то есть вообще программа вылетает практически, да, уже просто все. Или KeyBotentRap, пользователь нажал Ctrl-C, или там в винде Ctrl-Break. То есть, короче, прямо говорит, программа, я тебя хочу прервать. Или что-то еще. Или деление на ноль, Zero Division Error, или ошибка типа, или индекс error. Короче, какая-то ошибка, да, которая приводит к невозможности дальнейшего выполнения буквально по ходу текста, да. То есть, return, который ожидался в нормальной ситуации, и произошло бы нормальное продолжение функции Б, потом функция Б закончилась бы, и произошел возврат внутри функции А, она бы закончилась там в какой-то момент, да. Короче, вот вместо всего этого у нас где-то в середине функции С происходит какой-то ахтунг. Ахтунг какой-то, да. Собственно, исключение, exception. Что в этом случае делать? Возможно, разные ситуации. Чего точно нельзя делать, это продолжать нормальное выполнение программного кода. Ну, простите, если вас останавливает инспектор ДПС, да, и он спрашивает у вас документы, да, а потом он достает, не знаю, автомат Калашникова и направляет его на вас, да, то, наверное, продолжать типичное исполнение, ну, не знаю, там, пистолет, да, продолжать типичное исполнение программы бессмысленно, да. Не знаю, или кофейный автомат, который, не знаю, должен сейчас выбросить стаканчик, да, но по какой-то причине, там, стаканчик, как сказать, залип и не выбросился. Наливать поверх вот этого вот фигни кофе, это будет зло и хуже, да. Ракета, которая стартует, а у нее какой-то из управляющих двигателей, да, какой-то из управляющих двигателей заклинил, да, и у нее, соответственно, основной двигатель, может быть, у нее и шпарит, но какой-то из управляющих двигателей заклинил. И ракета, вместо того, чтобы, собственно, лететь там и управляться вверх-вниз, она, как сказать, летит явно не туда. И вместо того, чтобы выйти на орбиту, она сейчас попадет в соседнюю республику какую-нибудь, да, в каком-нибудь Великобританию и начнется, или в Америку, и начнется Вторая мировая, или что-нибудь, ну, короче, будет нехорошо. Ну, зачем на город она летит, на мегаполис? Мало ли, что произойдет. Да, поэтому, если вы находитесь, в Казахстане, в безлюдном месте, на Байконуре, да, и там взлетает ракета, и произошла какая-то исключительная ситуация, есть способ номер раз. Давайте взорвем ее немедленно, да, давайте просто сделаем экзит. То есть, все, ребята, кранды. На самом деле, вот такой внезапный экзит, он бывает не всегда хорош. Не всегда хорош, да, взрыв не всегда бывает прекрасен и замечательен. Вот, программа иногда может с чем-то справиться. И вот в тех ситуациях есть жесткое падение, когда маракету, что называется, заставляет просто немедленно прекратить взорваться или упасть. Да? Это лучше, чем если дать ей продолжить лететь. Да? Значит, и метод исключений, обработка исключений позволяет вот эту исключительную ситуацию поймать. То есть, вы вылетаете с ошибкой, значит, это даже на самом деле правильнее не сюда, а этот ахтунг, это как бы, что называется, ааа, у меня проблема, у меня беда, я не могу ничего ретернить, я не могу сделать ретерн чего-то, что вы ожидаете, я не могу никаких действий. То есть, фактически, эксепшн стремится к логичному завершению. Все локальные перемены начинают постепенно уничтожаться, все пространства имен сворачивают, то есть, эта функция, она сейчас перестает существовать. Единственное, что несет вот этот человек, он несет, собственно, саму табличку, самим экземпляр исключения. Это единственное, что он выносит из огня. Но в любой момент, любая из вот этих функций, она может сказать, так, стоп, 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 все нормально. Так, он скажет, у тебя, не знаю, там, не знаю, это рабочий, который перевозил землю, да, и у него какая-то исключительная ситуация, типа сломалась тачка, сам он ремонтировать ее не может, да. А этот товарищ его вызывал, он ему дал, вот тебе тачка, вот тебе земля, вези давай, да. Это говорит, ааа, у меня сломалась тачка. Я говорю, так, подожди, стоп, стоп, стоп. Как это сказать, это стоп? Он внутри той функции, в которой мы ожидали, что могла произойти проблема, мы исполняем подозрительный программный код внутри вот такого блока try-except. Создавая, по сути, некий контекст, да, в котором мы можем обработать какой-то конкретный exception. Я никогда не надо писать любое исключение, да, это как это решало, которое пытается порешать все вопросы. Нет, надо отвечать только за те exception, которые вы реально умеете разруливать, да. И в этой обработке исключения, может быть, вы, там, не знаю, отметите какой-нибудь флажок, который заставит код перезациклиться, только он попробует сделать так, чтобы исключение не случилось. Там, да, перезапустить ракету, там, условно, да. Или как-то еще, или не перезапустить, а вывести пользователю какое-то предупреждение. Ну, бывают, еще раз говорю, такие компании, например, Google, а Google дураками, наверное, не назовешь, в которых на уровне компании принято решение, ребята, в нашем программном коде мы программируем без exception. Понятно? То есть, инструмент прекрасный, но у него есть некоторые системные минусы, примерно как у множественного следования в C++. Ну, и, соответственно, ну, приходится, да, некоторые говорят, ребята, мы обойдемся как-нибудь без этого. Минусы нас не устраивают больше, чем плюсы от него. Тем не менее, есть некие стандартные исключения, которые надо знать. Товарищи, итоги. Мы пробежались по тому, что такое классы. Значит, поговорили слегка про библиотеки, про стат-методы. Посмотрели, я вам показал, где эти библиотеки искать. Это docs.python.org. Сейчас, секундочку. Ну, вот, docs.python.org. Да, вот там это дело искать, смотреть. Значит, и что мы сделали? Мы подновили наше знание об ООП. Так, что мы теперь поделаем? Значит, единственное, что у меня здесь, по-моему, и Юпитер ноутбук-то не стоит. Сейчас я попробую, посмотрю. Ну, по-моему, нет. Значит, да. Да, я боюсь, и время наше уже заканчивается. Поэтому практическую часть сейчас, практическую часть, я, пожалуй, вынужден буду... Но хотелось бы открыть. Одну секундочку. Я подумаю, как мне это сделать. Может быть, я сейчас быстренько запущу. Ну, давайте сделаем так. Так, я занятие, которое вот лекционное, мы уже свернем в любом случае, да, и последние 10 минут проведем, беседуя друг с другом, да. Вот, а, ну, к первому нашему занятию оно и так получилось очень длинное, практической части пока не будет, да. Ну, или, скажем так, можете посмотреть этот самый Юпитер ноутбук, который предполагает и файл с данными, да, они будут с ссылками лежать под видео. Вот на этом всем больнослушателям до свидания.